Библейский портал экзегет.ру представляет По главному святыне израильтян, которые сначала израильтяне взяли с собой на войну, потерпели поражение, утратили этот ковчег, потом филистимлине, их враги захватили его, пытались у себя как-то пристроить, в общем, решили, что лучше отдать, и он таким немного сверхъестественным образом на коровах, которые шли от своих новороженных телят, был перевезен на территорию Израиля, и там тоже стали опять его использовать как, ну, то он оружие, то он, трофей военный, то он просто достопримечательность, которую надо потрогать, рассмотреть, и каждый раз оборачивается бедой для тех, кто пытается приспособить Бога для своих нужд или развлечений. И вот зачем все эти поражения, зачем вот вся эта история? Ну, для того, чтобы показать, что святыня — это больше, чем инструмент. И вот седьмая глава, собственно, расскажет о том, как это понимание постепенно с трудом приходит. Предыдущий город Бет-Шемеш, куда попал сразу после филистимлин Ковчег Завета, уже вот не хотят они, чтобы он там находился, а в другой город Кириат-Ярим они отправляют гонцов с тем, чтобы те забрали. Жители Кириат-Ярима пришли и забрали Ковчег Господень, они отнесли его в дом Аминадава, что на холме, а его сына Элазара посвятили, чтобы он заботился о Ковчеге Господнем. Ну, то есть сделали священником. Тут еще очень простые нравы, то есть, в общем, нету какого-то такого организованного храмового священства, и это все очень ситуативно. С того дня, как Ковчег остался в Кириат-Яриме, прошло много времени, лет около двадцати. Да, вот смотрите. Вот так и осталось. Практически случайное место. И Ковчег вот как-то вот не трогают его, и все, и ладно. И вот весь дом Израиля с плачем обратился к Господу, и сказал Самуил всему дому Израилеву, если от всего сердца возвращаетесь вы к Господу, то удалите от себя чужих богов. Астарт, обратитесь всем сердцем к Господу и служите ему одному, чтобы он избавил вас от руки Филистимля. То есть прошло примерно двадцать лет такой период безвремения, и в этот период израильтяне как-то стали потихонечку понимать, что вот они лишились Ковчега. Это плохая история. Надо бы нам его как-то вернуть. И Самуил, который уже вырос, мы его видели в прошлый раз еще мальчиком, и который стал несомненным духовным вождем Израиля, он говорит, ну давайте начнем с того, чтобы отказаться от чужих богов. И тогда посмотрим, что получится. Сыны Израилева отказались от Валов и Астарта и стали служить одному Господу. Тогда Самуил сказал, пусть весь Израиль соберется в Мицпу, чтобы мне помолиться о вас Господу. Ну такой городок Мицпа, не знаю чем примечательным, в нем все время происходили эти встречи. Нет же еще столицы, государства еще нету, поэтому оказываются какие-то, ну может быть даже случайно выбранные точки на карте, где такие встречи или какие-то отдельные события проходят. Они собрались в Мицпу, черпали там воду и проливали ее пред Господом. Не очень понятный жест, еще Давид такой один раз сделает, но там будет долгое и подробное объяснение. А здесь какой-то обряд, может быть обряд покаяния, жертвоприношения, но такого как бы символического. Да, не кровь животного, а воду выливают перед Богом. В тот день они там постились и говорили, согрешили мы пред Господом. А Самуил в Мицпе был вождем сынов Израилевых. Вот уже он становится вождем, судьей тем самым, которые занимают целую книгу. До этого был первосвященник Ели. Когда филистимляне услышали, что сыны Израилевы собрались в Мицпе, то правители филистимские выступили против израильца. Ну, удобный случай напасть, пока они там скорбят и предаются каким-то ритуалам. Услышав об этом, сыны Израилевы испугались филистимляне. Они говорили Самуилу, молись о нас Господу громко и беспрестанно, чтобы он спас нас от руки филистимляне. Интересно тоже, они такие пассивные, вот им нужно, чтобы кто-то за них как-то помолился. У самих, что ли, нету духа это сделать. Самуил взял одного ягненка с сосунка и принес его целиком в жертву всесожжения Господу. Возопил Самуилка Господа об Израиле и ответил ему Господь. Когда Самуил приносил всесожжение Господу, филистимляне приблизились, чтобы сразиться с израильтянами. Вот в тот самый момент. Тогда голосом грома прогремел на филистимлян Господь и поразил их, и были они разбиты израильтянами. Израильтяне, оставив Мицпу, погнали за филистимлянами, разя их вплоть до окрестностей Бейткора. Самуил взял камень и поставил его между Мицпу и Шионом, дал ему имя Камень помощи, сказав, досюда мы гнали врагов с помощью Господа. Наконец-то, наконец-то победа. После того, как ковчег сначала как атомную бомбу брали с собой на поле боя, чтобы запугать и победить. После того, как его утратили ровно в таком сражении. После того, как его пытались то сделать достопримечательность, то рассматривать, разглядывать, потрогать. То, наоборот, сбагрить куда-нибудь подальше, потому что опасная штука, мы от нее болеем и умираем. Вот когда, наконец, они обратились к Господу, они пытались сделать из его культа что-то такое приятное, интересное, выгодное для себя. Вот тогда он им помог. Только так работает. Так ферестимляне были унижены и уже не осмеливались торгаться в пределы израильские. Во все дни Самуила рука Господня тяготела над ферестимлянами. Города от Икрона и Дагата, которые ферестимляне прежде захватили у Израиля, были возвращены Израилю. Эти области Израиль освободил от ферестимлян, и самареями у Израиля был мир. Всего-навсего. Всего-навсего нужно вернуться к своей подлинной вере, а не делать из этой веры инструмент. И все будет хорошо. И то, что пытались достичь при помощи инструмента, само сложится. Самуил оставался вождем над Израилем во все дни своей жизни. Год за годом он переходил из Бетеля в Гилгал и в Мицпу, оставаясь во всех этих селениях вождем израильтян. Ну, то есть, кочующая столица, где Самуил, там и центр. Потом он возвращался в Раму, где был его дом и правил израильтянами оттуда. Там он воздвиг жертвенник Господа. Но и нет еще единства культа. То есть, Самуил приносит жертвы более-менее, где попало. Все-таки не было царя в Израиле. Будет. Следующая, восьмая глава, опишет как.